Максим, Шайбу сказал, что в Карабахе разместят 10 тысяч военных РФ. Для чего столько военных там? Это уже оккупация, а не миротворчество. В Азербайджане наружу это воспринимают штыки. Согласен с вами, я это тоже воспринимаю в штыки. Я вообще считаю, там не нужны никакие военные РФ. Это суверенные территории Азербайджана. Фактически они будут защищать этот Нагорный Карабах, Арцах, что ли? Значит, надо иметь в виду, что в марте-апреле возможен третий этап войны. Искандерян Александр открыто говорит о Третьей Карабахской. Я тут видел его, это армянский политолог из Еревана. Один из самых умных у них. Он говорит, Третья Карабахская неизбежна. Да, конечно, опираясь на российские штыки, модернизируют свои войска Нагорного Карабаха. И опять, как говорится, пойдут лить кровь. Не исключаю такую возможность. У нас в России открыто их называют Арцахом. Я читаю РБК, большой канал, который подчиняется администрации президента, между прочим. РБК. И они просто открыто пишут, что правительство не признанное Нагорно-Карабахской республики. Официально Степанакер так и пишут. Нагорно-Карабахская республика. Как будто Путин говорит, что это суверенная территория Азербайджана, а российские медиа считают, что там есть Нагорно-Карабахская республика. Десять тысяч военных там нахрен не нужны. Там и один военный не нужен российский. Там нужны азербайджанские военные, среди которых должны быть армяне, которые присягнут Азербайджану, будут служить в азербайджанской армии, будут полицейскими азербайджанскими, при этом оставаясь армянами, христианами, жителями Нагорного Карабаха. Россия там хочет создать очередное болезненное такое пятно, которым потом она будет торговать. Вот сейчас мы создадим такой Нагорный Карабах, думают, в Москве, Шойгу, а потом будем с Байденом торговаться. А вот мы останавливаем-то пантюркистов. Мы останавливаем Эрдогана и Алиева. Товарищ Байден, Джо, вы хорошие, Джо, мы знаем, как не допустить. Товарищ Байден, вы же не любите Эрдогана. Мы тоже, он турок, честно вам скажем. Турок он, мы тоже, как и вы, не любим турок, Товарищ Байден. Поэтому мы в Карабахе размещаем 10 тысяч, чтобы всегда иметь возможность этим туркам, сами понимаете, зажать одно место, как учили нас духи Чингисхана, скажет Сергей Кожугет Шойгу, наверное, так он думает. Но они так все думают. Их главная задача выжить любой ценой. Поэтому, естественно, я против этих миротворцев, это никакие не миротворцы. 10 тысяч там нафиг не нужны. А все армяне, которые там есть, должны разоружиться и либо принять гражданство Азербайджана, либо встать, либо уехать. Азербайджан, либо встать, либо встать, либо встать, либо встать.